Привет всем! Какое-то время назад я делал ролик под названием «Четыре главных жертвы MeToo». Сегодня представляю еще две жертвы. И это, к сожалению, не смешная тема и не юморная. Просто демонстрация того, что люди плохо представляют себе последствия крупных социальных и технологических перемен. Первое исследование – это несколько тестов, которые провели на улицах разных городов. Подсаживали, скажем так, подсадную утку в виде мальчика или девочки. Ну, в общем, ребенок, но не очень маленький ребенок. Которого можно было понять двояко, что он находится в каком-то сложном положении или не очень сложном положении. И смотрели за реакцией прохожих. Кто обращал внимание, кто подходил, кто спрашивал что-то там. Все ли у тебя хорошо, а не потерялся ли ты и так далее. И, как нетрудно догадаться, заметили, что большая часть мужчин проходила мимо. Не то, чтобы они совсем игнорировали то, что происходило. Я попробую ролик найти, вставить ссылку сюда, смотрите в углу, если появится. Позже их останавливали и спрашивали, а почему вот вы именно так себя повели. То есть, почему вы так долго-долго посмотрели и прошли дальше. И многие мужчины отвечают, что, ну, как бы рискованно подходить к ребенку, если он совсем уж не в таком выраженном, прямо понятно, что он в какой-то серьезной ситуации. Поэтому мужчина оценивает издалека, смотрит, особенно если ребенок-девочка, видит, что непосредственной угрозы в данный момент нет и проходит. Проходит мимо, решает, что, ну, не настолько все серьезно. Если бы было серьезно, то было бы что-то другое. Женщина подходит гораздо легче, проще. Там спрашивает, а все ли у тебя хорошо, не потерялся ли ты, там, как ты себя чувствуешь, там, а где ты живешь. Естественно, что существенная часть этой реакции обусловлена в том числе компаниями по типу MeToo. Ну, на MeToo свет клином не сходится. Это же давление продолжается уже довольно давно. Так что это всего лишь последняя большая капля, которая была на эту тему. А еще прямо сегодня попался второй интересный ролик про статистику, с какой вероятностью женщине, которой требуется срочное искусственное дыхание, в общем, то, что называется по-английски CPR, да, то есть комплекс мер по реанимации, с какой вероятностью эта помощь будет оказана женщине на улице, если она упала, и с какой вероятностью это будет оказано мужчине. И с большой тревогой, там, британские, по-моему, статистики показывают, что аж на 10% у женщины меньше вероятность, что к ней кто-то подойдет. Вот. И они там пытались анализировать причины, почему. Ну, в общем, сошлись на том, что, да, во многом эта разница обусловлена тем, что к женщине боятся приближаться лишний раз, и тем более трогать ее, потому что риск совершенно не смешной, а женщина, возможно, просто, ну, плохо себя почувствовала, там, потеряла сознание. Это же не означает, что ей нужно, прям, реанимация требуется. Вот такой маленький, два маленьких момента, так сказать, бонус, который получился из-за напирания вот этой вот компании, демонизации, так бы сказать. Естественно, вся эта компания демонизации, в первую очередь, действует не на тех, кого на самом деле стоило бы отпугивать. Тема эта компания, в общем-то, фиолетова. Интересно в количественном отношении сравнить, сколько человек реально умерло от того, что им просто не была оказана помощь, мимо проходящего вовремя. И сколько спаслось от, не знаю, как сказать-то, трудно сравнивать смерть от сердечного приступа, например, с приставаниями на улице, да? Сколько реально жизней спасло Митю? И сколько жизней благодаря ему было потеряно? Хороший вопрос. И думаю, что эти условия еще проявятся. Тут очень подходят цитаты. Я, к сожалению, или к счастью, никогда не смотрел этот фильм на русском языке. А правда звучит так. You morons, you run around in ski masks, trying to blow things up. What did you think was gonna happen? Вставляю титры вниз. Всем пока, удачи. Не поддавайтесь на психозы массовые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok